Сегодня у нас 20 июля 2016 года. Вот я пришел к своей родне, к племяннику. О, моя паства здесь! Ну-ка, держи, я пойду к ним. В рамку ту руку подсунь. В рамку, видишь, вот где? Вот так ровно держи, чтобы не двигалась под подержим. Еще не нажимай, чтобы цифры бежали. Ну-ка, заходите сюда. Ой, у них как тут хорошо. Ну, садитесь. Маменька, отзываешь с вами. Давайте. Ну, еще, Алеша, рассказывай. Нравится тут? Да. Мы играем в ферму. Максим, как? Я только что вы. Можешь жить? Нормально. Ну, как? Хорошо. Тебя не обижают? Нет. У них своих ребятишек полно, поэтому... А вот эти, мне эта баба, говорит, ваша баба, а ваша баба, моя родная сестра, они у нее находятся. И говорят, вот с такими девочками Россию поднимать можно. Кто из вас говорил, дальнобойщиком-то будет? Я. Ты? Ух ты! Ну, это трудновато, конечно, дальнобойщиком быть. Такое дело. А во сколько встаете? Да, не знаю. Не знаю. Мы не смотрели на время. Ну, раньше не встанешь. А лагерь закрытый уже с понедельника. Вы уже не лагерные теперь. Теперь вы деревенские. Приехали к своим. Деревенские дома. Что спрашивали сейчас? Где мама-то? Ну-ка, пусть подойдет мама сюда. Присядь тоже с нами. Только сейчас звонила мне мама, девочек, которые маленькие. Приходили только из прокуратуры. Любыми путями напишите плохо про лагерь. Целый список, что не кормили, терзали. Я не знаю, может, насиловали. Я уже не знаю, какие там вопросы. Возбудить дело-то. А она говорит, я второй год отдаю детей. Дети довольны. Я сама там была, это неправда. До вторника не напишите, у вас проблемы будут. Я говорю, ничего не будет, не бойся. А они сегодня вот дежурят. Села, приехала, машина полная их. Это все бездельники. Они ничего сегодня не производили, не вчера. Роспотребнадзор называется где-то. А там никого нету. Ну, рабочие там, наши братья. И они сейчас вышли, а они какие-то снимают. Так вы будете с нами разговаривать? Он молчит. Они завернулись к батюшке. А тут уехал на урывку мед покупать. Да машина сломалась, долго не было. Покажи своих-то. Ну-ка, где они? Вот это Исааки сидит. Вот. Анфиса. О, это Степа. Видите как. Вот. Хлопчики здесь живут, а девочки у бабушки. А то они не в одном месте. Я прошел тех и других. Видите, как разворачиваются события. Почему? Наш лагерь особый. Вчера уже в Москве мне сообщили. Отец Кирилл Сахаров, правозащитник Костя Фавлений Николаевич подключился. Там статьи будут писать. Все узнали. Сегодня я им еще маленько сообщу. Они напоролись, говорят, как в этот фильм показывают. Дуэль музыкантов. И он на него в конце говорит, ты сам напросился, козел. Вот у меня эта фраза так и крутится. Крутятся, сами козлы напросились. Никто про вас бы не знал. Ну, надо надзирать там за мужьями своими. И главное, один женщина летует. А власть дали женщинам. Ну, президент разве виноват. Он хотел, чтобы по-хорошему было. Как можно любую идею извратить. Но это не два, не три года. 45-й год. 45 лет лагерь. И ни одного заражения. Ни одного мертвого. Ни одного больного. Ни одного отравленного. Все здоровы. Ну, лагерь было. Понравилось? Очень. Очень. Как тебя звать? Лера. А фамилия? Лапкина. Лапкина. Это моей сестры. Как сказать, подпремянницы. Внучки. Да? Внучки. Внучка уже. Внучатная. А тебя как звать? София. София. Мудрость. А тебе понравилось? Очень. Теперь здесь. Вспоминайте. Вот на следующий год может быть совсем по-другому. Сегодня так. Не надо думать, что сегодня они напали. И по-другому. Они нам вреда не сделали. Ни им полиция. Полиция вообще никогда вред. Мы проехали всю страну, Европу. И нам вреда никакого не сделали. Ни зарубежная полиция, ни здесь. Особенно вспоминается, хорошо с нами обращались в Германию. Маленько. Там Виктор что-то не так поехал. Как из-под земли выскочили. Стоп. Проверять вначале. К себе утащили на базу. Там где стекла опускаются. Давай фонариком светить. Наркотики искать. Тебя хорошо видать? Вот. Ну а потом выдали машину. И нас сопроводить к кому мы ехали. К Валентине с Артисоном. Видите, как все воспоминания. А вот эти люди, которые там придумали эту организацию. Лагеря закрывать. Они не знают, что делать. Я сказал, лагерей может и не надо. Надо просто иметь хороших знакомых в деревню. Приехали. Ночевать здесь. А целый день можно опять собирать вместе. А собираться не запрещено. А не лагерь считается тогда, когда люди там спят. А если мы просто ехали, машина остановилась. Палатку не ставили. Это за лагерь не считается. Лагерь именно определяется ночевкой. Я тут подумал. Думаю, мысль-то какая подана. Я вам сказал, что привезли муки вам. Не было еще, Влади? Не. Придет, значит, крупы. Там пшенка. Там еще там есть. Еще масло. Этого растительного. Сахару. То есть дети будут обеспечены. Они сейчас там вывозят из лагеря матрасы, одеяло. И все это на тележке. Там Леша помогал. Где-то марафон. По книге. А, этот Устина прижал отвозить там что-то. Я думаю, дай-ка я пойду по деревне. Значит, вы уезжаете через полторы недели. Все хорошо. Ваша мама звонила. Беспокоится. Не Тимошина фамилия? Тимофеева. 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 Мама. А с ней ваш Владимир Галендухин разговаривал. Все в порядке. Она в интернете смотрела. Мы еще увидели там. Да говорят, нападают. Ну что нападают? Мы живые, поэтому нападают. Мертвая рыба, она течет вниз. А живая против течения идет. Мы живые. Мы ничего не нарушили. Ни закон государственный. Старались жить по божественному закону. А Леша у нас крестился нынче. Вот он. Он едет домой с целой библиотекой. Я ему книг наобил. А кстати, их привезут или нет? На тележке? Что это? На тележке привезут их. Из лагеря заберут. Все привезут. Все. Как ехать? Все привезут. И будут там, где вы находитесь. Окей. Они не работают. Ничего нет. Сейчас полотенца на жены, я сказал, привезти. Которым ноги вытирали. И главное, что подумали. Придумали. Все годы мили ноги в тазике. Нельзя в тазике. Ногомойка должна быть. Ногомойка. До такого-то слова никто не знал. Ноги мыть. Ну, сунул куда-нибудь ехать. То поросе пробежал, то как. То есть, подыскивается. А сейчас полотенца сушители отдельно. Ну, повесил на солнце. Обжарил и солнечные лучи убили каких-то микробов. То есть, что угодно. Особенно у нас они. Кастрюля. Парагается крышкой. А пол у нас земляной. А сверху палубные железные плиты. Это такие плиты рифленые. Вот так вот в клеточку. Я на корабле работал когда-то. И Бог так сделал. Ну, и крышка-то упала и отлетела эмаль. Уже нельзя, зараза. Ну, как это с ноготок эмаль отпала, зараза, может быть-то. Ее нету здесь эмали-то. Но явно, что надуманно. Доски, только другие доски должны быть. Из твердого дерева резать. Я пошел заказывать, а потом говорю, не надо, у нас доход хватает. А это ничего не делать. Хоть сто досок им, пол бубей. Потому что они держатся за должность. Им нужно перед прокуратурой. А то отдавят. Они милицию все бросили. А ничего нету. Нету. И не будет. Почему мы молимся? Дивный наш Бог сокрыл нас. Пророк Исаия 8.10 говорит, что они замышляют, говорят слово, но оно рушится. Оно не состоится. А почему? Двоеточие. Потому что с нами Бог. Яко с нами Бог, покоряйтесь языцы. Вот откуда взято. Они ничего не сделают. А уже через две недели, 30-го, все уезжают. У меня остается, кажется, два человека. Первого числа выезжают. Из Канады этот Егор поедет. Ну, а остальное я проведал девочек. Просто есть в Снестр. Там они вместе. Дед Игнатий, мы вам сюрприз привезли. Да вы что? Да. И какой? Мы флаг Киргизии привезли. Да ну, и какой? Да он большой. Мы хотели повесить в лагере там. Чтобы когда будем... Ну, не получилось. От нас не зайти. Вам там нельзя появляться. Они дежурят. Дежурят. Эти. А вы... Которые приехали. Батюшка видит машину. Приехал. Два здорового, говорят, там мужика. Парня. Спят. Ну, увидели батюшку, скачили. А вы что здесь? Ну, охраняем. А кого охраняете? Никого нет. Лагерь пустой. Ну, нам сказали. Что сдали? Ну, списки достать. Кто здесь есть? Списки. Они договорились. Вы там, Роснадзор, там, списки. Давайте. А прокуратура, они вместе. Это одно шатие братья. Они в тандеме зла идут. Сатана одну уздечку в рот вложил. Да прокуратура разведением должна заниматься. Она должна следить за тем, чтобы не было нарушено ни одно конституционное право человека. Чтобы судили правильно. А они чем занимаются? А прокуроры участвовали в тройках, когда людей расстреливали. Ну, и батюшка поговорил с ними. Ну, а чего я в колхозе? Пойду работать в колхозе. Слышь, за навоз здесь, мол, тысячи-то. А тут там 15-20 платят. Он не скрывает, прямо говорит. То есть, Русь полностью другая стала. Она не была такой. Раньше было так. Вот на работу дали, он профессор. И, видите, несправедливо. Он говорит, прекратите или я ухожу. И сразу 15 профессоров подали заявление. Там, Менделеев среди них. Люди стояли за правду. А сегодня нет. Лишь бы в рот положили ему. А он еще здоровая пузо в милиции приехал. Вот такие вот, как беременные. У него что? Жратва и блуд. Больше ничего нет. Преступность. Самое главное там. В Ростове-на-Дону, мы в Ростовской области ездили. В Ставрополье. Банда милицейская была. Во главе женщина. Останавливали водителя, убивали. Забирали все, что у них есть. И, наконец, попались. Поэтому надо молиться, чтобы в полиции были хорошие люди. Я не знаю. Мне все время, всю жизнь, я с милицией связанный. Хорошие люди попадаются. Всегда. Ну, я знаю, что... Вот сейчас прочитал газета, пришла. Они, милиционер, что-то не так сделал. Они его инвалидом первой группы сделали. Били, избивали. Там какого-то допрашивали, бутылку разбили. Пароход задний забили ему, и он умер. Ну, посадили. Жизнь-то не вернешь. А этот, который в Страсбург попадали, только оттуда уже дованули. И тогда через правительство теперь признали. То есть ужасные вещи творятся. Но с нами ничего не было. Ну, они ездят. Нас не трогают. Тебя не били? Не били. А батюшка говорит, вы гоняете ребятишек-то. Ребятишки боятся на улицу выйти. А почему нас боятся? Потому что вы же сказали, сразу поместим в больницу, колоть будут там. Прямо сказали. И ребятишки боятся. Прямо этим людям говорят, которые мне звонят, свои родители-то. И все. Господь как взял? Они не ожидали этого хода. Они думают, что ребятишки где-то спрятанные. Заглядывают, в крапиви ищут. Ой-ой-ой. Дубовая совсем. Ребятишек нет в лагере. Им говорят, нет в лагере ребятишек. Но меня же послали. Значит, есть. Ну, как есть, если нету? Их нету. Вот они сидят, вот они ребятишки. Мы не скрываем. Они сытые, обутые, одетые. Сухонькие. Посмотри. А если они догадаются, что мы теперь в деревне? Сейчас, подожди, Максим, все. Если они догадаются, что они в деревне. Ну, догадаются, еще дальше так. Вы гостите в гостях, они ничего не сделают. У них нет права никакого. Они на лагерь нападают. А вы скрылись. Я как узнать, какая родня? Во Христе Иисусе. Ты можешь сказать? Мы родня во Христе Иисусе. Мы родные братья и сестры. Ты веришь в это? Да. Мы приехали к родным. И вот вы у них находитесь. Вы увидите, как живут православные люди. Вот как ребятишки их. Степа у нас, вот он стоит. Он был у нас в лагере на еще неделю две, наверное. Три. Три. Ну, Степа, хорошо было в лагере? Видишь как. Ну, девочки, вы молодцы. Вот бабе вам сильно понравились. Нам очень хорошо. Там кушаем хорошо. И никакой жалобы нету. Очень хорошо. Да. Надо как-то воскресенье, если будет возможность, в это воскресенье-то, я вас приглашу к себе всех в гости, в кино, где смотрели. Кино сам. На скорочке. Побудете в гостях. А вы можете сейчас книги принести? Чем там? А вы можете сейчас мои книги с полки привести? Сейчас книги привести ему. Его книги. А, не читать книги. Нам где-то развязывать. Нет, не развязывать. Нет, те, которые... Кто говорит его? Нет, развязываются, я их положу куда-нибудь. А те, которые я уже начал читать, я их дочитаю. Ну, которые читать. А эти книги развязывать нельзя. Я не буду. Пока не поставишь дома, не покажешь родителям. И я показывал, как пальцы не мусить, ничего не подчеркиваю. Страницы не загибать, а закладочку какой-то, листик чистый. И где будешь касаться книги, пальцы, чтобы через эту служебную бумажку. Чтобы пот, здесь потовых жирес много, чтобы бумага не была желтая. Книги очень ценные. Я так и делаю. Они, например, классные бумаги, овсетные называются. Фотографии все сделаны на мелованной бумаге. Вот эти книги красные, их видели в библиотеке Путина, президента Российской Федерации. Я ему подарил. Медведеву подарил, патриарху. Вы их привезете или как? Привезете? Когда привезете? Ну я скажу, когда. Надо сказать. Я еще не видел наших братьев-то. Я своими делами тут занимаюсь. Чищу посуду, да все там. У меня давно тут руки не доходили. Мы этот пруд-то, где купается-то, в середине, где вода стекала-то, наконец мы ее забутили. Теперь можно поднимать выше. Мы сразу поднять можем больше, чем полметра. А это означает уже пруд не будет замерзать. Рыба будет. Ну узнавали искать, где экскаватор Драглайн такой, который забрасывает и тянет. Прочистить пруды. Тут можно два пруда прочистить. Где коров поет, Костровый, Зимаковский. И тот, который Володя Устинов любит. Рыжковский называется. Северный пруд. И вот туда можно, но это очень дорого. В Алтайском крае ни одного нет такого. Везти издалека и за работу, и то, что они везут. Вот допустим, а мне везут 10 часов. За 10 часов по 2300. 23 тысячи отдать только за то, что привезли. А у меня пенсия 6523. Ясно дело. Ничего не сделать. Если бы было миллионов хотя бы 10 у меня, то я бы нанял его. Чтобы завести рыбу настоящую рядом здесь. Было бы у нас. На удочку. А удочку не вытащишь. Рыба здоровая, здоровая. Глянь, это аж рот разенит. Да где такие рыбаки меня поймали, обманули. На червяка, на какого-то паршивого. Ладно. Не унывайте. Сегодня у нас среда. Это 20 июля. Ну, а там Бог усмотрит. Я Володе сказал, он сейчас там готовит, видимо, все. Привезти. Сколько там я посчитаю на две недели. Вы будете сыты, а тут огурцы одеты. Ты скажи. Все. Игнатий. А тебе овеси тоже на теешку привезут в той кей, где загуляю, спали? Все привезут сюда. Привезут. И, видимо, у меня оставят. А вы разберете, кому что принадлежит. Мы не будем развозить. В одно место свезем. А вы подойдете и все. У меня там на полке рубашки, и они привезли. Кто говорит на него? У меня там на полке рубашка, и они почему-то не привезли с книгами. Там, когда я вещи с ними стирала, я мыла в этой мылице, оставила такая оранжевая. А где оставила? Ну, вот это там, где стирать вещи. Нет, вон там, где столик вот этот. А, что-то прямо внутри кельи. Нет, нет, нет. Не там, где спали? Я оставила ее там, где стирать, на этом столике. А, вон где. Ну, я скажу. Ну, у нас такой порядок. Когда уезжает, мыло все оставляет в лагере. Все. Потому что у нас порошков нету, а мы стираем вам, и у нас просто на это нет никак. А новые, которые еще не начали, тоже оставлять? Все. По два куска того и другого. Потому что мы его крошим, рубим. У нас восемь мыла. А? Мама нам дала восемь штук. Ну, это папа решит, оставлять или не оставлять. Потому что у нас порошка нету. Те годы помогали. Я ходил, сейчас я не хожу и не прошу. Ну, просто необходимо. Мы же стираем. И они его дробят и в стиральную машину закладывают. Стира это ваше. Сами пойдете помылись. Ну, вот так. Смотрите, чтобы на вас хозяева не жаловались, когда поедете. Чтобы здесь у вас тепло настелили. Ой-ой-ой. Матрасы тут. Все заслано тут. Ну, вот если погода будет хорошая, взрослые вас могут свозить купаться. Ура! Мы уже ходили. Ходили. С кем? Да, со взрослыми. А мы не взрослыми. Ну да, только со взрослыми. В каком классе ты учишься? В какой ты перешла? В четвертый перешла. В какой класс перешла? Я в четвертый пойду. Какие у тебя оценки? Пятерки. Пятерки. Ну, и видно ты. Начитанная такая. А, ты сломанная. Как маленькие старушки. Ума-то набрались. А то видно, что ходите в церковь, причащаетесь, да? Да. Ну, вот видишь, какая разница. А. Да. Еще у меня как бы никто не верующий, кроме тети. Ну-ка, поближе ко мне. У меня никто не верующий, кроме тети. Не берется куда? Кроме тети у него никто не верующий будет. Ничего. На шестом у меня тетя и бабушка верующие. Апостол Павел говорит, начата Кахаи. Ты живешь в Екатеринбурге? А, в Рыже. И я. Ты как начаток. Первый у них. Из какой местности? Это называется начаток. Вот первый, кто обратился, начаток. Вот ты начатком там и будешь. У тебя книги. Будешь открывать. Полное толкование Нового Завета. И ты, когда все картины рассмотришь, это Гюстав Доре, запомни. Гравюры. Они были черно-белые. 180 лет назад рисовал. А мы их раскрасили. А-то впервые. 180 лет их никто не раскрашивал целиком. Мы раскрасили. Еще моей бабушке 84 или 83 еще. Ну вот как. Это уже слава Богу. Господь хранит ее. Так, я вам не нужен? Еще? Пошел я тогда. Следующих посмотрю. А воскресенье я вас... Зайдем ко мне в комнату. Хорошо. Быстро только, чтобы комары не залетели. И я вам покажу отрывок одного фильма, называется «Вечный зов». Как женщина одна искала мужа своего, а он на фронте погиб. А до этого у них плохо они жили. Ну она нехорошая женщина-то. Но когда она поняла, что мужиков нигде нету, все погибли. А она его, Кирьянов, хотела вернуть. А он на коляске ездит, упирается вот так. И наконец она его на вокзале везде ждала. И наконец видит, как его из поезда посадили. И она как бежит к нему, и как просит у него прощения. Таких артистов нету ни в Америке, ни у кого. Это не артисты. Русские это высший класс. Вот столько на лице у ней эмоций. Когда она его просит, а он от нее убегает, знаете, ноги там отрубленные, там кисленым был. И наконец она догоняет, падает, Кирьян гладит по лицу его. И наконец он, мужчина, когда плачет, это страшное что-то. И он заплакал, когда вот лицо создает, а нельзя состроить такое. Это не артист. Это подлинно. Просто ты веришь, что это именно так. Что трагедия закончилась. Что они будут жить вместе. Она о нем заботится, она его любит. Он простил ее. Это прямо все написано вот в этих эпизодах. Анфиса ее звать. А он Кирьян. Вот тоже Анфиса. Ну ладно, хлопчики. Игнатий, а вы сможете показать, кто твой, как мы с первого вас от комиссии убегали? Который первый, так он стоит в интернете уже. Его можете снять отсюда. Это по 17-го уже. Я еще вас хотел сводить на голубятни. У меня две голубятни. Голубей посмотреть хотели бы? Хотели бы. Но надо, чтобы высохли лестницы. Видите, дождь идет. Да. Прямо видно, что дождь идет. Ну-ка, глянем. Как тут? Ой, как у вас тут под ногами тепло. Вон, видишь, с крыши видно. А вон домик, это их, Володя, ну кто он, родители. Мы на втором этаже, там, нам расстелили, и мы спали. Ну, видишь, ну, я здесь вас увидал, ладно. Я рад, что все у вас хорошо. Пойду. Пойдем, Даня. Пойдем, гладь. Нету этих музыкантов-то уехали. Загуляем. Потихонечку я к тебе подойду сейчас. Ну и все, хлопцы. Наилучших благ вам. На этих людей, когда все вещи, да, сведут, проведите с пола. Я скажу, дядя Володя, он все принесет. Ты даже нисколько не беспокойся. Не надо беспокоиться. Вы только ничего не берите без разрешения, не упадите здесь. Видишь, он по лестнице полезен на второй этаж. Дети отдыхают. Они в гостях, они уже не лагерные.